Девушки отдыхают Две 14-летние жительницы Петропавловска подозреваются в краже денег. Универсальное пособие для беременных женщин и нуждающихся семей с детьми введут с 1 января 2023 года. Кабинет неотложной стоматологической помощи открыли в городе Елизово. Об этих и других событиях узнаете далее. Нашли банковскую карту и несколько раз оплатили ей свои покупки. Две 14-летние жительницы Петропавловска подозреваются в краже денег. Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемые 19 октября на улице города нашли утерянную банковскую карту, принадлежащую 32-летнему мужчине, после чего решили похитить находящиеся на счете денежные средства. Реализуя задуманное, несовершеннолетние совершили не менее 12 расходных операций с использованием бесконтактной системы оплаты в различных магазинах города. В ходе следствия подозреваемые признали свою вину и раскаялись в содеянном. Универсальное пособие для беременных женщин и нуждающихся семей с детьми введут в Россию и на Камчатке, в частности, с 1 января следующего года. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании о поддержке доходов семей. С 1 января 2023 года будет запущено единое пособие для семей с детьми от рождения до 17 лет. И прошу отладить здесь все организационные вопросы, механизмы начисления и выплаты пособия. Татьяна Алексеевна только что сказала, когда запускается новый механизм, конечно же, наверное, могут появляться какие-то шероховатости. Нужно отследить это и сделать так, чтобы все работало как положено. Внимательно отслеживать, как это решение будет реализовываться на практике. При этом, как подчеркнул президент, оформление и получение единого пособия должно быть максимально простым и понятным. Это была достаточно долгая дорога к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года. Мы шли к нему несколько лет и, несмотря ни на что, мы эту работу должны завершить и запустить эту новую систему поддержки семей с детьми. И очень рассчитываем на то, что она будет эффективной. Обозначив принципиальные требования, оформление и получение единого пособия должны быть максимально понятными, простыми, удобными для граждан. Ну и, во-первых, информация, конечно, должна быть у граждан полноценная, чтобы люди знали, что и как нужно делать. И, конечно, оно должно служить реальной поддержкой для семей. Введение нового пособия позволит упростить процедуры получения ряда других пособий для семей с детьми. Кроме того, с его введением увеличится размер ежемесячной помощи беременным женщинам. Максимальный размер сегодня составляет половину прожиточного минимума. Начиная с 1 варя 2023 года, его размер также будет дифференцирован в зависимости от доходов конкретной семьи. 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума. Добавим, что финансироваться единое пособие будет за счет средств федерального и региональных бюджетов. Осенний призыв на военную службу проходит на Камчатке. В этом году он стартовал с 1 ноября в соответствии с указом президента России Владимира Путина и приказом министра обороны страны. Это решение принято с целью упорядочить призыв граждан по мобилизации и призываемых на военную службу по призыву. В текущем году осенний призыв на военную службу характеризуется снижением количества призываемых граждан. Призывными комиссиями муниципальных образований Камчатского края будет призвано более 300 человек. Большая часть призывников будет направлена в соединения и воинские части, дислоцирующие на территории Камчатского края. Хочу заверить всех граждан Камчатского края, что воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонских областей, а также в зону проведения специальной военной операции, военнослужащие по призыву направляться не будут. Призывники пройдут военную службу в местах постоянной дислокации соединений и воинских частей Восточного военного округа. Как правило, осенний призыв будет проходить в период всплеска заболеваемости гриппа, а также возможного рецидива коронавирусной инфекции. С целью сохранения жизни и здоровья наших призывников в холодное время года в военных комиссариатах будет действовать обязательная термометрия, тестирование на наличие коронавирусной инфекции, обязательное ношение средств индивидуальной защиты и другие необходимые меры. Все граждане направлены для прохождения военной службы, вооруженные силы. Уже на сборных пунктах будут обеспечиваться вещевым имуществом, продовольствием на путь следования, а также сим-картами и банковскими картами для получения денежного удовольствия. В четырех отдаленных районах Камчатки, в Карагинском, Алютерском, Пинжинском районах, а также в Алиутском округе, осенний призыв проводиться не будет. Связано это прежде всего с физико-географическими и климатическими условиями этих районов. Больше половины расходов края в следующем году будут направлены на социальную сферу. К рассмотрению проекта регионального бюджета на 2023 год и плановый период до 2025 приступили в Законодательном собрании региона. Для нас было очень важным, чтобы в бюджете предстоящего года была сохранена социальная направленность. Мы это увидели, потому что более 54% бюджета будет направлено на социальную сферу. Мы говорим об образовании, здравоохранении, молодежи, спорте, социальной поддержке населения, занятости. Это более 50 миллиардов рублей. Ирина Унтилова подчеркнула, что в бюджете также сохраняется инвестиционная составляющая. Реализуется возможность строительства, строительства новых зданий образовательных организаций, строительства больниц, особенно на северах, а это будет происходить и в Пенжинском, и в Валютерском, и в Карагинском районе, и в Елизинском районе. Мы говорим о строительстве фельдерско-акушерских пунктов, которые очень востребованы в маленьких поселениях. И все это нашло отражение в бюджете предстоящего года. Особое внимание депутаты уделили финансовому обеспечению социальных льгот и гарантий в регионе. В проекте бюджета 2023 года по линии соцзащиты населения предусмотрены две государственные программы. Социальная поддержка населения с объемом финансирования 11 миллиардов рублей. И семья и дети с объемом финансирования 46 миллионов рублей. Сохраняются все меры по поддержке семей. Сохраняется предоставление мер по предоставлению жилья семьям, имеющим детей инвалидов. Сохраняется материнский капитал региональный. Сохраняется поддержка многодетных семей. И для нас очень важно, что сегодня не сокращается количество категорий, которые получают льготы из краевого бюджета. По итогам рассмотрения проекта бюджета 2023 года депутаты отметили направление, которое необходимо профинансировать в первоочередном порядке при поступлении дополнительных средств. Были высказаны пожелания в необходимости в большей степени поддержать оздоровительную кампанию, которая проходит летом. В большей степени поддержать создание условий для групп маломобильных граждан и граждан, имеющие ограничения в здоровье. И обратить внимание на программу обеспечения безопасности, пребывания детей и пожилых людей в социальных помещениях, в учреждениях здравоохранения, в учреждениях образования. Очень подробно обсуждались все программы, которые предложены. И мы видим, что по сравнению с прошлым годом идет постепенное поступательное движение в развитии. Проект бюджета на будущий год построен таким образом, чтобы можно было и поддерживать территории, вошедшие в состав России. Мы понимаем, что сегодня региональный бюджет взял на себя дополнительные обязательства по поддержке вновь присоединенных территорий. И средства, которые мы будем туда направлять, это, конечно, тоже наши общие средства. Но сегодня в понимании нашего объединения мы готовы на определенные ограничения, которые не повлияют на качество оказываемых услуг, не повлияют на качество жизни наших людей и дадут возможность к развитию. Добавим, что 15 ноября документ будет вынесен на публичные слушания, а 22 числа на рассмотрение очередной 17-й сессии Законодательного собрания Камчатского края. Будут принимать взрослых и детей с острой болью каждую субботу. Кабинет неотложной стоматологической помощи открыли в городе Елизово. Наша поликлиника приступила к организации неотложной стоматологической помощи в субботу людям, нуждающимся в этой помощи. С учетом того, что наш Елизовский район от Петропавловска находится на расстоянии, и учитывая транспортную доступность, мы определили, что нам необходимо здесь организовать на базе нашей поликлиники Кабинет неотложной стоматологической помощи. У нас работают врачи-стоматологи, которые оказывают помощь как взрослым, неотложную стоматологическую помощь как взрослым, так и детским населением. Прием пациентов с острой болью ведется каждую субботу с 9 утра до 14 часов. Все новости, статусы в соцсетях и обсуждения. Все о ней. Полное затмение Луны стало самым обсуждаемым явлением вечера 8 ноября на Камчатке. Вопреки прогнозам синоптиков, погода позволила жителям региона своими глазами, а не через сайты различных обсерваторий, наблюдать за редким астрономическим явлением, когда естественный спутник Земли окрасился в кроваво-красный цвет. В этот день наблюдать за космическим шоу могли не только жители полуострова, но и всего Дальнего Востока, Забайкалья, а также Северной и Восточной Сибири. Во время этого явления Луна, Солнце и Земля выстраиваются в одну линию, и тень от нашей планеты закрывает спутник. Отметим, что наблюдать лунные затмения можно только в полнолуние. При этом естественный спутник Земли должен приблизиться к узлам своей орбиты. 8 ноября лунное затмение продолжалось несколько часов. Наблюдать за ним можно было не только благодаря телескопам и хорошим объективам, но и невооруженным глазом. Почти половина камчатцев регулярно занимается спортом. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов. Губернатор принял участие в режиме видеоконференции в стратегической сессии по проектированию развития массового спорта в регионах Дальнего Востока, спортивной дальней, которая стартовала накануне во Владивостоке. Задачи, которые мы ставим перед собой в спорте, далеко выходят просто за сферу социальной политики, одной из сфер социальной жизни. Для нас спорт, здоровый образ жизни – один из важнейших компонентов стратегии социально-экономического развития Камчатского края. Когда мы говорим о том, какой будет Камчатка в будущем, как будет выглядеть Петропавловск в Камчатске в будущем, спорт и вовлечение в здоровый образ жизни являются важнейшей составляющей, над которой мы работаем. И действительно, здесь еще много предстоит сделать, потому что на сегодняшний день у нас доля населения по официальной статистике, которая официально занимается спортом регулярно, составляет 46,15%. И, безусловно, нам нужно работать для того, чтобы задачи, поставленные в национальном проекте, были выполнены в полном объеме. Глава региона также рассказал участникам сессии про практики развития и популяризации спорта, которые используют на территории края. Я уже говорил о том, что мне представляется крайне важным задействовать дополнительные механизмы вовлечения, в первую очередь, взрослого населения в спорт. Мы на Камчатке опробировали технологию, мы запустили такую интернет-платформу, она называется Камбал, Камчатские баллы, которая позволяет каждому жителю Камчатки учитывать свою физическую активность. Например, проходя 10 тысяч шагов в день, можно эти данные подгружать, получать за это вот нашу условную валюту, те самые Камбалы, которые зачисляются, и на них оплачивать посещение льготного или бесплатного спортивных учреждений, ну и другие направления культуры и в образовании, и с точки зрения экскурсий. Считаю, что развитие таких решений позволило бы нам и мотивацию дополнительную создать, но и более точно учитывать в статистике те, кто фактически занимаются спортом. На сессии руководители региональных спортивных ведомств рассказали об опыте своих регионов в части реализации федеральных проектов. В свою очередь, Владимир Солодов подчеркнул, что развитие спортивной инфраструктуры позволило расширить возможности местных жителей для регулярного занятия спортом. Кроме того, уникальные природно-климатические условия позволяют проводить соревнования по серфингу, горнолыжному спорту и сноуборду на территории региона. Тем не менее, в крае необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры, чтобы увеличить количество систематически занимающихся физкультурой и спортом. Внести предложения по формированию краевого бюджета приглашают жители Камчатки. 15 ноября Заксобрание региона проведет ежегодные публичные слушания по проекту закона о краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Вице-спикер Краевого парламента Дмитрий Коростылев пригласил камчатцев ознакомиться с законопроектом и принять активное участие в его обсуждении и подготовке рекомендаций. Каждый житель Камчатского края, каждый гражданин Российской Федерации вправе представить свои рекомендации к проекту бюджета. Данный проект опубликован как на сайте Законодательного собрания Камчатского края, так и на сайте правительства Камчатского края. В частности, на странице Министерства финансов Камчатского края дана развернутая информация по предполагаемому законопроекту. И до 14 ноября включительно мы ждем предложений в рекомендации публичных слушаний. Сейчас проект бюджета находится на рассмотрении в профильных депутатских комитетах. Начиная с 8 ноября стартовала так называемая бюджетная неделя. Состоится 5 заседаний, 5 профильных комитетов Законодательного собрания по отраслевым направлениям бюджетных доходов, бюджетных расходов, из которых сегодня представлен законопроект. Каждая государственная программа, их 27, находится под пристальным вниманием депутатов Законодательного собрания Камчатского края. С участием общественности, с участием руководителей исполнительных органов государственной власти идет обсуждение архитектуры будущего закона о краевом бюджете на 2023 год. Кроме того, контрольная счетная палата Камчатского края приступила к обстоятельному аудиту будущего закона. Внести предложения по проекту краевого бюджета можно по телефону, который указан на ваших экранах. По этому номеру можно также записаться для личного участия в публичных слушаниях, которые пройдут 15 ноября в 15 часов в здании правительства края по адресу площадь Ленина 1. Слушания также будут транслироваться онлайн на сайте Заксобрания во вкладке «Видеотрансляция». Собственный дом на участке без соседей за стенкой – мечта многих жителей Камчатки. Воплотить ее в жизнь помогают государственные программы поддержки, дальневосточная и семейная ипотека. Получить жилищный кредит можно под минимальную годовую ставку. В Сбербанке специалисты проконсультируют по условиям и помогут оформить заявку на ипотеку. Банк значительно упростил условия получения ипотечного кредита на строительство жилого дома. Если раньше клиенту необходимо было составлять смету, обращаясь в подрядную организацию, а по итогам строительства предоставлять отчетные документы, чеки, квитанции, акты выполненных работ, в общем, все то, что подтверждает понесенные расходы, то сейчас клиенту достаточно уведомить БАД в свободной форме о сумме, затраченной на строительство, ввести жилой дом в эксплуатацию и предоставив банк выписку из Росреестра по постановке объекта на учет. Более того, земельный участок, на котором вы планируете строить дом, не обязательно должен быть в собственности. Возможен вариант аренды. Ну и самое приятное, оформить ипотечный кредит на строительство жилого дома. Вы можете в рамках программ, которые субсидируют государство. В данном случае процентная ставка будет существенно ниже стандартной, а ипотечный первоначальный взнос – 15%. Дальневосточная ипотека, в том числе на индивидуальное жилищное строительство, доступна для молодых семей, врачей, учителей, а также владельцев дальневосточного гектара. А программой «Семейная ипотека» могут воспользоваться семьи, где хотя бы один ребенок рожден после 2018 года включительно, или есть ребенок с инвалидностью. Получить консультацию по этим ипотечным программам господдержки, оформлению жилищного кредита на строительство собственного дома и пообщаться со строительными компаниями можно на ярмарке недвижимости, которую традиционно организует СБЕР. Она пройдет 11 ноября в торговом центре «Фамиллион» с 11 до 14 часов. Кроме того, на ярмарке впервые представят квартиры от застройщика на первичном рынке. Их также можно будет оформить под госпрограммы «Дальневосточная ипотека», «Господдержка», «Семейная ипотека» и другие. Смогут проверить свои знания в области охраны природы, изменений климата, заповедников, редких растений и животного мира. Присоединиться ко всероссийскому экодиктанту приглашают камчатцев. Он пройдет с 11 по 27 ноября. Принять участие в проекте смогут все желающие, вне зависимости от уровня подготовки. Вопросы диктанта будут касаться самых разных направлений экологии – от климата до переработки мусора. Выполнить задания можно будет как онлайн, так и офлайн. Подробности проведения и правила доступны на портале «Экодиктант» и на страницах акции в соцсетях. Все участники после проведения диктанта получат сертификаты. А тех, кто наберет большее количество баллов, отметят грамотами и призами. В этом году на портале появился новый раздел «Экокарьера». Там можно узнать много интересного и о профессии эколога, и о том, как им стать. Добавим, «Экологический диктант» – это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризации экологических знаний среди различных слоев населения и повышение уровня экологической грамотности. Весь Шекспир. Резиденты Камеди Клаб Игорь Чехов и Михаил Кукота представляют премьеру стендап-спектакля. Камчатских зрителей ждут полтора часа смеха, веселья и хорошего настроения. Приезжают с новым форматом. Это стендап-спектакль. Сделали такой фьюжн, слияние стендапа и спектакля. Классику взяли Шекспира, все пьесы, все это смешали, приправили юмором. И получилось очень круто. У них режиссер очень такой знаменитый. В 2018 году у него премия очень серьезная была по России. Все они это смешали в одно такое произведение. Полтора часа будет юмора. Мы даже под это мероприятие сделали специальные два дня, потому что формат интересный. И на Камчатке носу очень любят юмор. Ну и когда времена более такие суровые, осень, холодно, обстановочка такая, юмор всегда спасает, всегда поднимает настроение. Стендап-спектакль покажут в Петропавловске уже в начале ноября. Хей, меня зовут Игорь Чехов, Петропавловск-Камчатский. Я обращаюсь к тебе. И вот 10 и 11 ноября в вашем дворце молодежи мы покажем наш спектакль «Весь Шекспир» за один вечер. На котором я с удовольствием хочу видеть тебя, дабы ты получил эстетическое удовольствие и хорошенько поржал. 10 и 11 ноября... Кукота и господин Чехов привезут легендарный спектакль «Весь Шекспир» за один вечер в Дворец молодежи в 19.00. Мы тебя ждем. Не пропусти это событие. Мы там будем. 10 и 11 ноября. Начало в 19.00. Место встречи – Дворец молодежи на Атласово, 24. Телефон для справок 32 84 84. Билеты можно купить на сайте camdefisconcert.ru Место встречи – Дворец молодежи на Атласово, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова